Фронтовыми дорогами Рыбачьего. Большая экспедиция, объединенная одной патриотической целью. Сегодня рано утром. Десятки людей не только из России, но и соседних стран Украины, Белоруссии отправились в долгий путь по местам боевой славы. Там погибли их отцы и деды. Что зовет к живописной окраине мира столь разных людей? Расскажем далее. Место сбора пестрит от камуфлированных курток и огромных рюкзаков. Ни шагу назад, ведь впереди места боевой славы. Рыбачий. Семья Ефимовых проехала тысячи километров из Башкирии, чтобы попасть туда, где в 42-м году погиб их дед. Этого момента они ждали очень долго. Наш дед Ефимов Данил Николаевич погиб, защищая эту землю. Он был в 12-й отдельном батальоне морской пехоты и погиб здесь 9 мая 42-го года. Благодаря интернету, конечно, мы нашли эту землю и приехали сюда, чтобы почтить эту память. Чернозем в мешочке, частичка родной земли. По ней ходил и Данил Николаевич Ефимов. Место его захоронения удалось установить совсем недавно. До этого была путаница. То ли погиб под Ленинградом, то ли в районе западной лицы. Мы привезли кусочек, точнее часть земли нашей, его родины, освященной. Батюшка нас благословил перед отъездом. Друзья, родственники проводили. Все будут ждать наших впечатлений, наших рассказов. Традиция походов по местам боевой славы зародилась еще в 70-х. Теперь такие экспедиции отправляются каждый год. Несмотря на отсутствие рекламы, людей набирается не меньше сотни. Хотя желающих, конечно, гораздо больше. Такая устойчивая традиция. Очень трогательная. Поскольку нас там на рыбачьем ждут дети, которые работали в течение месяца. Мы будем открывать мемориальные доски с именами погибших. Вот завтра из небытия вернется целый батальон советских солдат. То есть было безымянное захоронение. Вообще ни одной фамилии не было. Кто-то едет на север ради памяти, а кто-то за романтикой, приключений и впечатлениями. Благо солнца на небе светит всем одинаково ярко. Инженер из Москвы Андрей Осипов в Мурманске не впервые. Но в походах здесь пока не был. Из столицы он должен был приехать с друзьями. Но так получилось, что у костра придется греться с незнакомыми пока людьми. Уже много лет собирался на рыбачьи просто по своим мыслям. То есть как бы хотелось попасть туда. Но волею судеб в этой весной узнал, что существует вот такой группы, такой поход. И вот наконец-то решил, ну и наконец-то получилось попасть в эту группу. Чтобы пробраться по грунтовым дорогам Заполярья, придется потерпеть тряску в больших полноприводных грузовиках. Хотя до Титовки большинство людей поедут с относительным комфортом в автобусах. Первая остановка фронтовой дороги памяти – Долина Славы. Традиционный митинг и дальше в путь.